Глава Чечни Рамзан Кадыров в день рождения российского диктатора Владимира Путина выступил против развязанной российскими властями антимигрантской кампании. Как сообщает агентство новости, 7 октября он опубликовал пост, в котором резко раскритиковал действия властей по ужесточению миграционной политики. В частности, в своем телеграм-канале он написал, что некоторые принимаемые меры, мягко говоря, его разочаровывают. И добавил, что, по его мнению, кто-то целенаправленно сталкивает Россию с соседними братскими регионами. Миграционную политику, если и менять, то не таким отвратительным образом. Когда остервенело бросаются на всех неместных, кто под руку попадется. Задерживают без каких-либо церемоний. Причем в последнее время мероприятия эти проводятся очень жестко. По словам Кадырова, граждан других стран не нужно подвергать беспорядочной инквизиции. В телеграм-канале агентства новости отмечают, что до Кадырова никто из глав регионов не выступал с подобной критикой антимигрантской кампании, развязанной властями после теракта в Крокус-Сити-Холле. Как считают руководители аналитического центра САВА Александр Верховский, это может быть связано с тем, что Кадыров традиционно воспринимает себя как всероссийского защитника-мусульман. Агентство новости пишет, что антимигрантская кампания поддерживается на самом верху. В частности, ранее Владимир Путин поручил кардинально обновить в России подходы к миграционной политике. Ранее Кадыров бросил вызов Путину, вмешавшись в конфликт основателей Валдборис. Тогда в стрельбе у офиса кампании участвовали бойцы его армии. Некоторые аналитики отмечали, что это может свидетельствовать о том, что Кадыров в будущем претендует на пост главы России. Рамзан Кадыров обвинил сенатора и двух депутатов Госдумы Российской Федерации в заказе его убийства. Со слов главы Чеченской Республики, если они не докажут обратное, он объявит им кровную месть. Я молчал об этом, но сейчас я официально заявляю, что объявляю кровную месть Барахоеву, Каримову и Курбанову, если они не докажут мне свою непричастность к этому. Почему? Потому что я кавказец, я чеченец. Я всегда возвращаю свое домой. Есть свидетели и есть люди, у которых они меня заказывали, говоря, за сколько вы можете принять заказ? Таким образом, Кадыров впервые прокомментировал перестрелку в московском офисе крупнейшего российского маркетплейса «Вальдберрис» 18 сентября. Погибли двое сотрудников охраны офиса, оба – уроженцы Ингушетии. На родине рейс с их телами встречали несколько тысяч человек. Среди арестованных по делу есть бывшие и действующие силовики из Чечни. Кадыров назвал эту тему попыткой стравить на бытовой почве народы и призвал высказать претензии, которые есть к кадыровцам, участвующим в перестрелке лично ему. Сулейман Керимов и Бекхан Барахоев не раз фигурировали в числе заинтересованных в слиянии «Вальдберрис» и группой Кадыров, которая занимается наружной рекламой. Именно это из-за сделки в конфликт между основателями «Вальдберрис» Татьяной и Владиславом Бакальчуками вмешался Рамзан Кадыров. Он пообещал вернуть в семью основательницу бизнеса, которая заявила о начале бракоразводного процесса, и вернуть компанию Бакальчуку. Какое отношение к этой истории имеет депутат Резван Курбанов, неизвестно. Ранее стало известно, в России обострилась борьба Рамзана Кадырова с Кремлем. Глава Чечни якобы отстаивает собственные бизнес-интересы. Как заявил политолог Игорь Чаленко, Кадыров понимает, что российская власть сейчас очень уязвима, поэтому глава Чечни может начать более смелые шаги против Владимира Путина. По словам эксперта, Кадыров уже якобы решился на это, когда вмешался в конфликт вокруг российского интернет-магазина «Вальдберрис». Глава Чечни Рамзан Кадыров нарушил мусульманские обычаи, когда объявил кровную месть российским чиновникам. Об этом сообщили изданию агентства «Эксперты по Северному Кавказу». По их мнению, у Кадырова не было достаточно весомого повода для этого. А даже если бы был, делать это нужно было с привлечением старейшин, а не с помощью телеграм-канала. Ранее Кадыров опубликовал в своём телеграм-канале видео, на котором объявил кровную месть чиновникам за то, что они якобы заказали его. Поводом для этого стал конфликт вокруг «Вальдберрис», в котором Кадыров поддерживает Владислава Бакальчука, мужа основательницы маркетплейса Татьяны Ким. Главный редактор интернет-издания «Кавказский узел» Григорий Шведов, анализируя заявление Кадырова, отметил, что эта ситуация к правилам объявления кровной мести не имеет никакого отношения. Ведь по правилам чьё-то намерение убить кого-то, о чём заявляет Кадыров в адрес сенатора и депутатов, не может быть основанием для кровной мести. Не считают Шведов поводом для объявления кровной мести и конфликт со стрельбой в офисе «Вальдберрис», который произошёл 18 сентября в Москве. Глава фонда «Руссидящая» Ольга Романова в эфире Игоря Анулгрэм проанализировала сложившуюся ситуацию. Сегодня мы столкнулись с новым потрясающим явлением в государственной политике Российской Федерации, объявление кровной мести государственным человеком, занимающим государственную должность, главой республики, другому и другим лицам, занимающим государственные должности, сенаторам и депутатам. По поводу «Вальдберрис», я напомню, что в Российской Федерации довольно давно людям, занимающим государственные должности, запрещено заниматься бизнесом. Романова заявила, что диктатор Владимир Путин должен отреагировать на заявление Кадырова. Сложившаяся ситуация может быть чреватой межнациональными конфликтами внутри России. По словам Романовой, Путин уже вмешивался в конфликт с «Вальдберрис», но безрезультатно. И эта ситуация может ударить по его имиджу, и режим диктатора будет ослаблен. Бывшего зампредседателя правительства Ингушетии Шерипа Алихаджиева пытались убить Воденцова. Кадры с места происшествия публиковал Следственный комитет России. Как выяснил телеграм-канал «Шот», покушение произошло вечером 10 октября. 58-летний Шерип Алихаджиев отдыхал на веранде у себя дома в деревне Лапино. Неизвестный приблизился к нему и выстрелил минимум четыре раза, после чего скрылся. В Алихаджиева попали две пули. Неизвестный стрелял через окно. Родственники Алихаджиева находились в другом городе. После покушения пострадавший смог дозвониться до жены, близкие вызвали ему скорую. Пострадавшего госпитализировали в реанимацию, его прооперировали. Он в тяжелом состоянии, нападавшего ищут, мотивы выясняются. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. Шерип Алихаджиев ранее занимал должность заместителя председателя правительства Ингушетии. Также в свое время был соратником Ахмада Кадырова. Затем работал главой администрации Шалинского района Чечни. И некоторое время занимал должность первого заместителя председателя Госсовета Чеченской республики. В последнее время работал личным помощником у экс-командующего ВДВ, а ныне депутата Госдумы Владимира Шаманова. В Крыму дроны атаковали крупнейшую нефтебазу. В результате начался мощный пожар. В Феодосии введен режим техногенной чрезвычайной ситуации из-за взрыва и пожара на нефтебазе, сообщают местные власти. Как пишут российские телеграм-каналы, перед пожаром жители слышали взрывы. Окупационный глава администрации Феодосии Игорь Ткаченко По его словам, на месте пожара работают все расчеты МЧС. Жертв и пострадавших нет. В Минобороны РФ заявили, что ночью над Крымом было якобы сбито 12 дронов. В то же время в Генштабе вооруженных сил Украины подтвердили удар по морскому нефтяному терминалу врага во временно оккупированной Феодосии. Сообщается, что в районе объекта зафиксировано возгорание, а последствия уточняются. По данным телеграм-каналов, горящая нефтебаза – морской нефтяной терминал, крупнейший в Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов. Всего на полуострове два таких терминала, второй расположен в Севастополе. При этом ранее терминал уже атаковали беспилотники ВСУ в марте 2024 года. Тогда был поврежден магистральный трубопровод перекачки топлива, возник пожар. Эта же база уже подвергалась атакам в декабре и ноябре прошлого года. На фронте россияне также продолжают нести потери. Только с 6 сентября 2024 года российские войска потеряли в Покровском районе 25 танков и 59 бронемашин. Примерно два батальона механизированной техники, говорится в отчете Института изучения войны. При этом Украина может пойти в контрнаступление в 2025 году, когда равновесие в России нарушится, пишет «За Таймс». Западная помощь, новые бригады и разрешение на удары вглубь РФ обеспечат это. Вероятно, она также получит разрешение использовать американские ракеты-атакам с большой дальности и британские ракеты «Штормшедов» против военных целей внутри России, подчеркнули в издании. Вечером 7 октября в Феодосии во времена оккупированном Крыму снова гремели взрывы. Как сообщает телеграм-канал «Крымский ветер», после успешного поражения нефтяного терминала в городе произошел еще один прилет. Также отмечалось, что в САКах оккупанты подняли воздух авиацию, а в мирном штурмовом Евпатории звучали громкие взрывы. Зетпаблики сообщали о работе российской ПВО. Кроме того, по данным телеграм-канала «Крымский ветер», в воинских частях Севастополя звучали сигналы тревоги. В российском Минобороны сообщили, что за ночь средства ПВО якобы уничтожили 16 беспилотников над Белгородской областью и Черным морем. Напомним, в ночь на 7 октября села обороны нанесли успешный удар по морскому нефтяному терминалу противника во временно оккупированной Феодосии. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ. Этот терминал крупнейший в Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов, которые использовались в том числе и для обеспечения потребностей оккупационной армии. Как писали телеграм-каналы, в результате удара были уничтожены две цистерны и три повреждены. По данным телеграм-канала «Крымский ветер», вечером 7 октября загорелась еще одна цистерна. Отмечается, что нефтебаза продолжает гореть уже вторые сутки. А в соцсетях феодосийцы сообщают об эвакуации жителей частного сектора в районе возле нефтебазы. 7 октября – день рождения у российского диктатора Владимира Путина. Ему исполнилось 72 года. Но подарки к своему празднику он получил не такие, как ожидал. Первыми его расстроили в военной Российской Федерации. Как ранее писал телеграм-канал «Кремлевская табакерка», Путин ставил военным задачу освободить Курскую область к его дню рождения. Но этого не удалось достичь, и Путин очень из-за этого расстроился, пишет «Кремлевская табакерка». При этом военные, с которыми пообщалась Кремлевская табакерка, не уверены, что освободить Курскую область получится до конца года. О том, что российской армии не удалось сделать подарок Путину на день рождения, отметил в комментарии Некста руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, украинские войска продолжают удерживать позиции в Курской области, несмотря на активность российских сил в регионе. А планы очистить регион от высук 7 октября провалились. Силы специальной операции, наоборот, расширяют там свои позиции. Первое – это пытаются сконцентрироваться на том, чтобы достичь результата и расширить еще плацдарм и взять большую территорию под контроль, нежели сейчас есть у украинских войск. Второй момент – это сковывание. Украинские войска продолжают операцию по сковыванию российских войск и не допущение их перемещения на другие участки фронта. Также в день рождения диктатора украинские хакеры выключили российские пропагандистские телеканалы. Сотрудники медиакомпании жалуются, что вся информация на серверах вместе с резервными копиями уничтожена, а онлайн-вещание и внутренние сервисы не работают. Еще один неприятный подарок в свой день рождения получил Путин. Бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова обвинили в растрате при закупке парома для Керченской переправы и хищении более трех миллиардов рублей. Тем временем стало известно об успешном прилете 7 октября во временно оккупированном россиянами Крыму по нефтебазе Феодосии. По данным СМИ, вероятно, загорелся морской нефтяной терминал. Феодосийский нефтеперевалочный терминал является крупнейшим в Крыму по объектам перевалки нефтепродуктов. Отметим, страна-агрессор Россия в день рождения правителя Кремля продолжила атаковать Украину и запустила по Киеву кинжалы. Но украинские защитники их успешно сбили. Диктатор Владимир Путин 11 октября прибыл в Туркменистан. Известно, что кремлёвский правитель проведёт встречу с президентами Туркменистана и Ирана. Он побывал на международном форуме «Взаимосвязь времён и цивилизаций», где цинично заявил, что мир возможен только при учёте мнения каждого народа. «Убеждены, что всеобщий мир и всеобъемлющее развитие могут быть обеспечены только на основе учёта мнений каждого народа, при уважении права каждого государства на свой суверненный курс, на своё мировоззрение, на свои традиции и религиозные представления». Только Путин забыл уточнить, что начал кровопролитную войну против Украины, ежедневно нанося удары по мирным гражданам, забирая их жизни и дома, а также уничтожая критическую инфраструктуру страны, разрушая школы, больницы, университеты, церкви. Тем временем власти Туркменистана не решились арестовать Путина по выданному ордеру МУС. Накануне в МИД Украины призвали власти Туркменистана выполнить нормы международного права и арестовать Путина, ведь Международный уголовный суд выдал ордер на его арест из-за депортации детей в Российскую Федерацию. «Призываем все страны, которые ценят человеческую жизнь, международное право и устав ООН, воздерживаться от проведения совместных мероприятий с участием Путина, развязавшего войну в Европе в масштабах, неизвестных со времен Второй мировой войны и чьи руки по локоть в крови». В начале сентября Путин уже был в Монголии, стране члене МУС. Тогда его никто не арестовал, а власти заявили о том, что они находятся в полной энергетической зависимости от Кремля. В Российской Федерации каждую ночь звучат взрывы. Громко было и в ночь на 9 октября. В Брянской области беспилотники атаковали арсенал главного ракетного артиллерийского управления Минобороны Российской Федерации под городом Карачев. Но губернатор Брянской области Александр Богомас заявил, что БПЛА якобы были уничтожены силами ПВО. На видео, опубликованном очевидцами в сети, видно пожар и детонацию на складе боеприпасов. 67-й арсенал Граун находится в 114 километрах от границы с Украиной. Он расположен недалеко от города Карачев, где проживают около 20 тысяч человек. Как свидетельствуют спутниковые снимки 2021 года, боеприпасы на этом складе хранились под открытым небом. Взрывы звучали в Ростовской области. Губернатор региона заявил, что из-за падения обломка в Когольницком районе вспыхнул ландшафтный пожар. А в Краснодарском крае в результате атаки дрона в частном доме выбило стекла и повреждена газовая труба. По данным Минобороны Российской Федерации, ПВО за ночь якобы сбило 47 беспилотников над Брянской, Белгородской, Курской и Ростовской областями, а также над Краснодарским краем и Азовским морем. В Белгородской области закрывают на въезд несколько сел. Приняли решение и закрываем на въезд и начинаем процедуру отселения представления нового жилья жителям Петровки и Соловьевки Белгородского района. В Феодосии во временно оккупированном Крыму также проходит эвакуация населения. Больше тысячи человек из-за пожара на Евтебазе покинули свои дома. Напомним, в ночь на 7 октября Силы обороны нанесли удар по морскому нефтяному терминалу противника. Этот терминал крупнейший в Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов, которые использовались в том числе и для обеспечения потребностей оккупационной армии. В ночь на 10 октября беспилотники атаковали военный аэродром Ханская в республике Адыгея. Как пишет телеграмм канал Астра, сначала об атаке сообщили местные жители. В сети начали появляться сообщения о том, что в районе аэродрома идет настоящая война. Военный аэродром Ханская расположен в 3 километрах к востоку от станицы Ханской и в 6 километрах к северо-западу от города Майкап. Согласно открытым данным, там дислоцируется 272-я учебная авиационная база. Как пишет телеграмм канал Астра, система мониторинга пожаров НАСА зафиксировала после атаки пожар рядом с военным аэродромом. Вскоре глава республики Адыгея заявил, что пригород Майкапа атаковали беспилотники. По его словам, пострадавших нет, а возгорания ликвидируют. Идет эвакуация жителей поселка Родниковый, который находится рядом со станицей Ханская и прилегает к военному аэродрому. Вскоре в российском Минобороны заявили, что за ночь якобы уничтожили и перехватили 92 БПЛА самолетного типа. Однако об атаке на военный аэродром в Адыгеи в ведомстве не сообщали. В то же время, как сообщил глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, на аэродроме Ханская в Адыгеи уничтожен склад с топливом. Он отметил, что военный объект расположен в 410 километрах от Украины. СМИ выяснили, что детонировала на аэродроме Ханская. Украине удалось повредить взлетно-посадочную полосу российского военного аэродрома, а также уничтожить ракеты, авиационные бомбы и ОМПК оккупантов. Об этом со ссылкой на источники пишет российский телеграм-канал Астра. Также потерян 41 унифицированный модуль планирования и коррекции 20 у МПК 500М, 16 у МПК 500 и 5 у МПК. Напомним, ночью 10 октября Украина нанесла удары по российской авиабазе в республике Адыгея. Она находится в 410 километрах от линии боевого соприкосновения. Большой пожар вынудил местную администрацию начать эвакуацию людей. Уже на следующий день украинский генеральный штаб подтвердил поражение склада боеприпасов на аэродроме оккупантов. По данным источников Униан, в спецслужбах операцию провели Служба безопасности Украины, Главное управление разведки и силы специальных операций. В момент удара на аэродроме были 12 самолетов Су-34, 2 Даймонд-ДА-42, 37 Л-39, 4 Су-35С и 2 Ми-8. В генштабе Украины подтвердили, что в ночь на 9 октября силы обороны поразили 67-й арсенал главного ракетного артиллерийского управления Министерства обороны Российской Федерации в Брянской области. По имеющейся информации на территории склада, хранились боеприпасы к ракетно-артиллерийскому вооружению, в том числе поступившие из КНДР, а также управляемые авиационные бомбы. Значительная часть из них размещалась под открытым небом. Зафиксированы взрывы на территории объекта. Известно о перекрытии местными властями дороги в районе арсенала. МЧС Российской Федерации сообщило о чрезвычайной ситуации со взрывами в Карачевском районе Брянской области. Как сообщили в генштабе Украины, поражение подобных арсеналов создаёт серьёзные логистические проблемы для российской армии, что существенно снижает наступательный потенциал оккупантов. В пресс-службе сил беспилотных систем уточнили, что россиян подобных объектов немного. Ориентировать надо двух десятков на всю территорию России, в каждом из которых хранятся десятки тысяч тонн боеприпасов. А вот пожар на Федосийской нефтебазе во временно оккупированном Крыму значительно усилился. Отчётливо видно языки пламени и столбы дыма. Людей эвакуируют, а соседние посёлки и микрорайон остались без воды. Напомним, в ночь на 7 октября силы обороны нанесли удар по морскому нефтяному терминалу противника. Этот терминал – крупнейший в Крыму по объёмам перевалки нефтепродуктов, которые использовались в том числе и для обеспечения потребностей российской оккупационной армии. Днём 9 октября дроны атаковали предприятия в Шибеке на Белгородской области. В результате взрыва сгорело производственно складское помещение. Чем занималось предприятие, власти не уточняют. Ещё одно предприятие, которое находится в Борисовском районе, атаковал дрон. По информации губернатора области, там якобы повреждено подземное сельскохозяйственное сооружение. В Подмосковном Ногинске загорелся центральный городской рынок. За считанные минуты возгорание достигло такого размера, что столб дыма был виден со всего города. Как сообщили в МЧС России, огонь охватил 3000 квадратных метров. Днём 9 октября в сети появились кадры взрыва автомобиля у здания управления МВД в Смоленске. Как сообщили ФСБ, была предотвращена попытка совершения террористического акта. Отмечается, что мужчина пытался пронести взрывное устройство в здание МВД. При задержании он пострадал. Контужены двое полицейских. При попытке совершения террористического акта в МВД России по Смоленской области задержан житель одного из соседних регионов. Мужчина зашёл в административное здание управления и предпринял попытку подрыва самодельного взрывного устройства. Сообщается, что внутри авто, на котором приехал мужчина, российские спецслужбы нашли что-то подозрительное. Что именно, не уточняется. Пентагон рассматривает возможность переноса встречи в формате «Рамштайн», запланированной на 12 октября в Германии. Это связано из-за отмены визита президента США Джо Байдена в эту страну. Как заявила пресс-секретарь Пентагона Сабрина Синг, Байден не едет на «Рамштайн» из-за мощного урагана, который надвигается на Америку. Из-за урагана Милтон. Президент Байден больше не едет в «Рамштайн» для участия в контактной группе по вопросам обороны Украины. Мы все еще работаем над тем, как это скажется на расписании. 8 октября стало известно, что президент США Джо Байден не примет участие во встрече контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн», которая впервые состоится на уровне лидеров стран. Не полетит на «Рамштайн» и госсекретарь Энтони Блинкен. Как сообщили в Белом доме, такое решение было принято в связи с ураганом Милтон, который, как ожидается, в ближайшее время должен поразить американский штат Флорида. Он может стать самым разрушительным за 100 лет. Ему дают самую высокую пятую категорию. По силе он может даже достичь еще не существующей шестой категории. Ветер дует со скоростью около 300 километров с сильными порывами. В Москве и Петербурге начались рейды на мужчин призывного возраста и мигрантов. Так в столице России около метро «Полицейские» останавливают молодых людей. Как сообщают очевидцы, силовики проверяют документы у мужчин и допрашивают их. Останавливают только молодых, смотрят паспорт, после или отпускают, или уводят. В Петербурге сотрудники Следственного комитета также провели рейд. У молодых людей и студентов проверяли военные билеты. Особое внимание правоохранители уделили мигрантам. Искали тех, кто получил гражданство Российской Федерации, но не стал на воинский учет. По результатам рейда более 150 человек доставлено в военкомат. Как позже отчитался Следственный комитет Петербурга, после рейдов около 100 мигрантов якобы изъявили желание поступить на воинскую службу по контракту. Всего, по данным ведомства, было проверено около 600 человек. 1 октября 2024 года в России начался призыв граждан на срочную службу в армии. Российский диктатор приказал призвать 133 тысячи человек в возрасте от 18 до 30 лет. Ранее предельный возраст для призыва составлял 27 лет. Но 4 августа 2023 года Путин подписал закон, поднимающий верхнюю планку возраста для призыва. Министр иностранных дел России Сергей Лавров пригрозил Западу. В частности, он заявил, как только Запад даст ВСУ добро на применение дальнобойных ракет, ответные меры России уже будут действовать. Ранее Лавров говорил, что разрешение на удары ВСУ западным оружием вглубь России – игра с огнем, которое якобы имеет опасные последствия. В то же время самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече глав СНГ в Кремле прокомментировал слухи о наступлении Украины на Беларусь. Ну пусть попробует, мы и ждем. Начал он с бравады, а следом добавил, что у Украины нет таких планов. И никто из серьезных людей, даже на уровне президента Зеленского, не думает о том, что надо зайти в Беларусь. Также Лукашенко подчеркнул, что Минск поддерживает контакты с Киевом для решения гуманитарных задач и обмена пленными. Мы же не скрываем о том, что мы поддерживаем определенные контакты с украинскими властями, пусть они минимальны. Напомним, недавно нардеп от партии «Слуга народа» Олег Дунда предложил вооруженным силам Украины зайти в Беларусь, помимо Курской и Брянской областей. Я глубоко уверен, зайдя относительно небольшим подразделениям в Беларусь, белорусская армия сложит свое оружие. Это даже не уверенность, это знание. Я бы так сказал. А это большой удар под дых Москве. Кроме того, Дунда считает, что это позволит показать России, что она не контролирует территорию союзной Беларуси. Северная Корея может направить членов своих вооруженных сил в Украину, чтобы поддержать армию РФ. Об этом заявил министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен, передает унианс со ссылкой на южнокорейское СМИ. Поскольку Россия и Северная Корея подписали взаимный договор, подобный военному союзу возможность такого развертывания очень вероятна, отметил он во время парламентских слушаний. Ким добавил, что недавние новости о ликвидации северокорейских военных на оккупированной территории Украины являются, скорее всего, правдивыми. Как ранее писал Униан, ВСУ ликвидировали на Донбассе шесть офицеров Северной Кореи. Еще трое северокорейских военнослужащих получили ранения. По информации «Киевпост», перед этой атакой российские оккупанты якобы показывали коллегам из КНДР подготовку военных к штурмовым действиям. Примечательно, что заявление министра обороны Южной Кореи прозвучало тогда, когда КНДР намерена укрепить связи с РФ, доказательством чего является двустороннее соглашение, в котором есть пункт о взаимной обороне. Известно, что соглашение подписали северокорейский лидер Ким Чен Ин и российский диктатор Владимир Путин во время переговоров, которые состоялись в июне этого года. Тем временем, армия РФ не может выбить вооруженные силы Украины с Курщины. А все потому, что бои в Курской области носят маневренный характер, не похожий на позиционное противостояние, характерное для боев в Украине. Об этом в интервью украинскому радио рассказал глава Совета резервистов сухопутных войск вооруженных сил Украины Иван Тимочка. Отчасти это является следствием той информационной политики, которую ведет Кремль. Он отметил, что для россиян проблема с Курщиной не только в некомплектности имеющихся подразделений, но и в том, что это направление в целом определяется как второстепенное. Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, который покинул Украину, вновь напомнил о себе. Теперь он начал петь оды президенту страны-агрессора Владимиру Путину. Будь я россиянином, я бы Путина на руках носил. Даже так. Я бы его день рождения сделал выходным и объявил национальным праздником. В очередном своем высказывании Арестович заявил, что путинский режим будет править в Российской Федерации вечно. Когда в России рухнет власть? Да никогда она не рухнет. Бывший советник президента Украины в контексте высказывания добавил, что россияне должны быть довольны диктатором и заявил, что он, во всяком случае, на их месте был бы более чем доволен. Алексей Арестович был уволен с должности советника Офиса президента в январе 2023 года по собственному желанию. В феврале этого года он был замечен в Монако. До этого Арестович говорил, что живет в Нью-Йорке и рассказывал, что якобы законно выехал из Украины во время полномасштабной войны. Как сообщал Унян, NGL Media обнародовал расследование о выезде экс-советника Офиса президента из страны. Согласно этим данным, еще 4 сентября 2023 года ему удалось пересечь границу с помощью письма от украинской разведки. Позже эту информацию опровергли представители ГУР. Там заявили, что не предоставляли Алексею Арестовичу ни писем, ни каких-либо других документов для выезда за границу. Социолог и журналист Игорь Яковенко оценил позицию Арестовича так. «Он все больше и больше переходит на какую-то непонятную сторону свою, которая то ли пропутинская, то ли вообще какая-то тролличья. То есть он все больше и больше напоминает какого-то большого и странного тролля, который просто постоянно что-то разрушает, ничего не созидая». Ранее Арестович придерживался того мнения, что путинский режим обречен на развал, и Россия станет свободной страной без диктаторского влияния. Турция выступает за возвращение с захваченных Российской Федерацией территорий Украины, среди которых и Крым. Об этом заявил главный советник президента Турции Ялчин Тапчу. «Турция, которая поддерживает территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, также на всех платформах отстаивает, что возвращение оккупированных территорий, включая Крым, является требованием международного права». Ранее президент Турции Раджеп Эрдоган заявил, что его страна займёт более решительную позицию относительно войны в Украине. Спикер военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, что во временно оккупированном Крыму россияне охраняют Крымский мост всеми имеющимися средствами. Прежде всего, применяют множество средств противовоздушной обороны и охраняют этот объект авиацией. «Для них это основная артерия соединения с Российской Федерацией. Если смотреть на это с технической точки зрения, даже нефтебазу, которая недавно загорелась, они, кажется, охраняли не так серьёзно». Плетенчук также отметил идеологическую составляющую Крымского моста. «На таких объектах держится режим диктатора Путина. Поэтому они его плотно охраняют. Этот факт нужно признать». В начале октября стало известно, что Россия стянула к крымскому мосту панцири и увеличила количество защитных барж. Певец и лидер российской группы Бедвалёва, который постоянно выражает поддержку Украине, неожиданно обратился к Владимиру Путину. Мужчина опубликовал в своём инстаграм фото Кремля, которое усыпано черепами. В посте под этим кадром он вспомнил о дне рождения Путина, которое было 7 октября. «Ржавые листья осени породили бездарного политического бездельника. Впереди тысячи убийств, миллионы искалеченных судеб за миллиарды рублей». Лёва также отметил, что Путин – президент смерти, и публично обратился к нему с призывом прекратить кровавую войну в Украине. «Хватит убивать людей». Участники группы поддержали Украину после начала полномасштабного вторжения России. Эта антивоенная позиция привела к тому, что во многих российских городах стали массово отменять их концерты. Позже Би-2 попали в чёрный список тех музыкантов, выступления которых нежелательны на территории Российской Федерации. Но это не остановило артистов продолжать осуждать кровавую политику Кремля. Более того, Лёва признался, что они финансово помогают ВСУ. Солист группы Би-2 также заявил, что больше не вернётся в Россию. В январе 2024 года участников российской группы Би-2 арестовали после концерта в Таиланде, якобы из-за некорректно оформленных организаторами документов. Тогда сообщалось, что за задержанием артистов стоит консульство России. Причина – поддержка Украины и критика войны Кремля. Украина готова к прекращению огня вдоль линии фронта в обмен на гарантии безопасности, но не согласится на потерю территории. Об этом пишет итальянская газета «Курьере де ля Сере». В материале сообщается, что президент Украины Владимир Зеленский второй раз за месяц прибыл в Италию, где снова встретится с премьером Джорджио Мелани. Кроме того, у него запланированы встречи с французским президентом Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце, с папой римским Франциском в Ватикане, а также с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Лондоне. По мнению издания, это активно свидетельствует о стремлении Зеленского найти решение, которое обеспечит мир для Украины и защитит ее от будущих агрессий со стороны России. Зеленский сейчас хочет убедить европейцев именно на политическом уровне. Он, например, знает, что никогда не сможет официально отказаться от оккупированных территорий. Однако он был бы готов к прекращению огня вдоль текущей линии без признания новой официальной границы в обмен на определенные обязательства Запада. Кроме того, во время выступления на саммите Украина-Юго-Восточная Европа, Зеленский заявил, что в ближайшие месяцы Украина имеет шанс сдвинуть ситуацию на поле боя в сторону мира. Это позволит закончить войну уже в следующем году. Ситуация на поле боя создает возможность сделать этот выбор. Выбор в пользу решительных действий для завершения войны не позднее 2025 года. В то же время в США считают, что Украина сможет удерживать захваченные территории в Курской области России в течение нескольких месяцев или даже больше. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на американских высокопоставленных чиновников. Отмечается, что на данный момент Украина не сталкивается с серьезными проблемами со снабжением в районе Курска. При этом захваченные территории могут быть использованы как рычаг в возможных переговорах с Россией. Потери России в Украине в ходе наступлений на Восточном фронте превысили 600 тысяч человек личного состава убитыми и ранеными. Как пишет издание «Политика», такое заявление сделали в Пентагоне на условиях анонимности. Отмечается, что эти потери более чем в 40 раз превышают те, которые Россия понесла во время ее десятилетнего вторжения в Афганистан. Так, за последние несколько месяцев российские войска захватили несколько ключевых населенных пунктов, которые упорно удерживала украинская армия. Сейчас российские войска приближаются к городу Покровск в Донецкой области. По словам одного из военных чиновников, Россия направила поразительное количество войск на относительно маленькую территорию этого города. Российские наступления с лета состояли из массированных артиллерийских атак, за которыми следовали крупные перемещения войск, устремляющиеся к хорошо укрепленным украинским позициям, что привело к тысячам жертв. Московские командиры, похоже, выбрали стратегию обмена тел на землю. Как сообщает Генштаб ВСУ, по состоянию на 10 октября общие боевые потери России в Украине ориентировочно составили 665 тысяч 200 человек личного состава. При этом ранее в британской разведке сообщили, что сентябрь стал самым смертоносным месяцем для российской армии. Как писало издание The Telegraph, средний уровень потерь оккупантов вырос до 1271 солдата убитыми или тяжело ранеными в день. По словам аналитиков, повышение уровня потерь связано с так называемыми местными штурмами, которые проводят российские оккупанты. Вице-президент США и кандидат в президенты Камала Харрис исключила возможность личной встречи с российским диктатором Владимиром Путиным для переговоров о прекращении войны, если в них не будут участвовать представители украинской власти. Как пишет Financial Times, она заявила, что Украина должна иметь право голоса относительно своего будущего. Харрис также раскритиковала заявление Дональда Трампа о том, что он быстро остановит войну в Украине. Если бы Дональд Трамп был президентом, Путин сидел бы сейчас в Киеве. Он говорит о том, что он может закончить это в первый же день. Знаете, что это означает? Это означает капитуляцию. Кроме того, стало известно, что американский президент Джо Байден во время визита в Германию будет поднимать вопрос продолжения о поддержке Украины со стороны США. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Джан-Пьер на брифинге. Во время встречи лидеров стран контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн у Байдена также будут переговоры относительно вкладов в выполнение обязательств НАТО. В то же время советник главы Офиса президента Михаил Подоляк раскритиковал компромиссные варианты других стран. В своем телеграм-канале он написал, что все эти предложения категорически невыполнимы, потому что противоречат базовой логике. Ведь не проигрыш агрессора только поощрит его к дальнейшей экспансии. Нам предлагают согласиться с тем, что угождение агрессору отобьет у него аппетит. В конце поста Подоляк задал риторический вопрос о том, заслуживают ли уважения дипломаты, которые побуждают агрессора повышать геноцидные ставки. Франция поставит Украине истребители «Мираж-2000» в первом квартале 2025 года. Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню. Политик написал у себя в сети ИКС, что самолеты будут оснащены новым вооружением типа «Воздух-Земля» и защитой от РЭП. Он также отметил, что подготовка украинских пилотов и механиков продолжается. О передаче неназванного количества «Миражей» заявил в июне президент Франции Мануэль Макрон. По словам Макрона, Украина получит именно истребители «Мираж-2005», которые оптимизированы для боя в воздухе, а не старые истребители «Мираж-2000С» или штурмовики класса «Воздух-Земля» «Мираж-2000Д», пишет издание «Форбс». При этом сколько именно бортов передадут, Макрон не уточнил. Но нет никаких причин, почему Франция не могла бы предоставить украинским ВВС несколько десятков самолетов «Мираж-2005». Этого количества было бы достаточно, чтобы сформировать новую бригаду истребителей. Бомбардировщик «Мираж-2000Д» является носителем крылатых ракет «Скальп», «Е-Джи» и крылатых «Бомб-Хаммер». Первый сейчас есть в арсенале украинских Су-24М. Французские истребители «Мираж-2000» могут заменить бомбардировщики Су-24, которые на сегодняшний день используют вооруженные силы Украины активно в войне. Такое мнение высказал военный эксперт, офицер резерва вооруженных сил Украины Андрей Крамаров. По словам эксперта, современные условия войны требуют от ВСУ применения именно универсального боевого самолета. Украина получила впервые F-16 от Нидерландов. Об этом сообщил министр обороны страны Рубен Брекельманс на своей странице в Твиттер. «Впервые я могу официально объявить, что первые голландские F-16 были доставлены в Украину. Это срочно необходимо. В Харькове я видел ущерб от российских авиаударов и слышал частые сигналы воздушной тревоги». Написал он. Остальные самолеты он обещает передать Украине в ближайшие месяцы. Кроме этого, Украина может вскоре получить крылатые авиационные бомбы средней дальности для F-16. Вероятно, их предоставят в рамках пакета военной помощи от США на 375 миллионов долларов. По мнению военного эксперта Дмитрия Снегирёва. «Нидерланды приняли, на мой взгляд, историческое решение о предоставлении Украины права на использование самолётов F-16 в воздушном пространстве Российской Федерации. Давайте вспомним последний пакет военно-технической помощи со стороны Соединённых Штатов. Управляемые авиабомбы с дальностью поражения цели порядка 120 километров. А кроме этого, я ещё раз напомню, F-16, они оснащены крылатыми ракетами класса «Воздух-Земля» с дальностью поражения от 400, я извиняюсь, километров до 1900». Напомним, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал увеличение флота истребителей F-16. По его словам, есть чёткое понимание шагов для расширения количества боевых самолётов и ускорения тренировки пилотов. Также в Украину едут шведские БТР 60-х годов. В сети появилось видео эшелона с бронетранспортерами, отправленными из Швеции для Украины. Как объясняет военный эксперт Александр Коваленко, у этих машин есть несколько неоспоримых преимуществ. Например, лобовая бронеплита держит 20-мм выстрел. Кроме этого, у этой машины хорошие динамические показатели и проходимость, что позволяет её применять на болотистых грунтах. Польша конституционно обязана сбивать ракеты РФ на своей территории, но НАТО запрещает. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радек Сикорский. Как пишет обозреватель The Times Эдвард Лукас, если Россия вызывает у приграничных стран НАТО страх, то Америка – разочарование из-за своей нерешительной позиции. Некоторые представители приграничных государств считают, что несколько лет назад США ответили на серьезную российскую кибератаку кратковременным отключением электричества в Москве. Они хотели бы получить такой же сильный ответ на гораздо более частые атаки на них, отмечает аналитик. «У США есть средства, чтобы проводить реальные красные линии, когда они этого хотят. Так почему мы не можем сделать это для НАТО?» – задает вопрос главный дипломант Литвы Габриэлис Ландсбергис. «Как бы не закончилась война, через пару лет Россия будет готова к новой войне. НАТО не готова, к этому у него нет достаточных запасов, планов и оружия. Поэтому Польша и ее региональные союзники спешно готовятся к худшему и к тому, чтобы в случае необходимости сражаться в одиночку». Киев и Варшава также стремятся разработать механизм совместного сбивания российских ракет и дронов над территорией Украины. Польша отмечает, что по этому поводу будут говорить со странами-членами НАТО. В то же время новый генсек НАТО Марк Рюты во время своего первого визита в Киев заявил, что Альянс изучает этот вопрос. Вместе с президентом Зеленским они обсудили вариант привлечения соседних стран к сбиванию российских ракет и дронов над Украиной. Однако союзники пока не готовы к этому. Пока страны обсуждают защиту неба над Украиной, Россия непрерывно бьет по украинским городам. Так, утром 7 октября агрессор ударил кинжалами по Киеву. По предварительным данным, все воздушные цели были успешно уничтожены. Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, обломки ракет упали в трех районах города. Российские войска продавили левый фланг курской группировки сил обороны Украины. Об этом сообщает аналитический проект «Дипстейт». Крайне ужасный день сегодня в районе Новоивановки. Вступать в бой пришлось артиллеристам и дронщикам. Враг за последнее время стянул немало техники и живой силы. Первые попытки хоть и достигли тактического успеха у Снагости, но со временем были полностью остановлены. До сегодняшнего дня. Аналитики отмечают, что сейчас противник пытается закрепиться в районе населенных пунктов Новоивановка и Зеленый Шлях. Эксперты подчеркнули, что с севернее сформировалась крайне ненадежная тактическая обстановка для смежных подразделений. Очень надеемся, что окружение удастся избежать. Курская операция – это действительно большой стратегический успех сил обороны, но любую победу надо удерживать. Тем временем, главнокомандующий вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что Россия перебросила около 50 тысяч военных в Курскую область, тем самым ослабив свои позиции на фронте в Украине, в частности на Запорожском, Херсонском и Краматорском направлениях. Как ранее писал Бломбер, Украина сможет удерживать захваченные территории в Курской области России в течение нескольких месяцев или даже дольше. Российские войска проводят лишь ограниченные контратаки, сосредотачиваясь преимущественно на операциях на востоке Украины. Польша и страны Балтии предупредили об ответе на вторжение РФ. Военные обеих стран не исключают, что после войны в Украине Россия может направить свой империалистический экспансионизм на Эстонию, Латвию, Литву и Польшу. Об этом заявил советник президента Литвы по национальной безопасности Киастутис Будрис, пишет Бильд. Он предупредил, что вероятность такого сценария возрастет, если Беларусь полностью станет частью так называемого союзного государства. Подобного мнения придерживается и начальник генштаба Польши Раймут Анджичак. Он отметил, если российские войска перейдут границу с Литвой, последует немедленный ответ. При этом он отметил, что страны должны быть сами готовы нанести удар, не дожидаясь решения НАТО задействовать статью номер пять. «Не в первый день, а в первую минуту. Мы ударим по всем стратегическим объектам в радиусе 300 км. Мы нападем непосредственно на Санкт-Петербург». Анджичак также отметил, что нападение на Польшу или страны Балтии будет началом тотального противостояния. На случай такого сценария Польша сейчас закупает 800 ракет с дальностью до 900 км. В то же время НАТО проведет ядерные учения на следующей неделе. Об этом заявил генсек Североатлантического блока Марк Рюте, сообщает Reuters. По его словам, военные учения начнутся 14 октября и продлятся около двух недель. Они будут сосредоточены в Великобритании, Северном море, а также в Бельгии и Нидерландах. В учениях примут участие около 60 самолетов из 13 стран, в том числе истребители F-35A и бомбардировщики B-52. Тем временем российское наступление ослабевает, не достигнув главной цели, хоть украинские войска и отступают под давлением медленного продвижения российской армии на Донбассе, где она имеет значительное преимущество в численности и огневой силе. Тем не менее, Россия все еще не смогла захватить важные города, такие как Часов-Яр и Покровск. Последний остается ключевым логистическим узлом для Украины, но российские войска застряли в боях за него. По словам Николанге, бывшего немецкого чиновника по оборонным вопросам, Россия не имеет достаточно сил для проведения полномасштабного наступления на Покровск. В СМИ появились подробности разговоров между министром обороны США Ллойдом Остином и бывшим министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу, которые состоялись в октябре 2022 года. Американский журналист и редактор The Washington Post Боб Вудвор в своей книге «Война» рассказал о двух разговорах между министрами обороны. Книга официально выйдет на следующей неделе, но CNN уже опубликовал отрывки из нее. Как сообщают СМИ, в книге рассказывается, что разговоры состоялись в тот период, когда США оценивал вероятность применения страной-агрессором России ядерного оружия в 50%. Отчеты американской разведки того времени свидетельствовали, что диктатор Владимир Путин настолько был обеспокоен потерями на поле боя в Украине, что мог применить тактическое ядерное оружие. По данным Вудворда, президент США Джо Байден поручил своему советнику по национальной безопасности Джейку Салливану выходить на связь с россиянами всеми каналами. Вероятно, в рамках этого поручения Остин контактировал с Шойгу. Во время первого разговора Остин сказал собеседнику, что если Россия решится применить ядерное оружие, то все ограничения, которые у США есть по Украине, будут пересмотрены, и Россию изолируют на мировой арене так, что сами россияне пока в полной мере не могут это оценить. Через два дня, как сказано в книге, российская сторона запросила еще один звонок. В этот раз Шойгу сказал Остину, что украинцы якобы планируют использовать грязную бомбу. Остин тогда ответил, что эта информация не соответствует действительности и еще раз призвал Россию не применять ядерное оружие. По подсчетам The New York Times 2022 года, когда началась полномасштабная война России против Украины, Остин разговаривал по телефону с министрами обороны России всего шесть раз. Последний раз Остин разговаривал с новым министром обороны Российской Федерации Белоусовым в июне и июле 2024 года. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok